Кировчане стоят в очередь не только за больничными листами, но и за льготами. Меньше двух недель осталось, чтобы подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте. Напомню, правом платить в автобусе меньше. С 1 марта смогут воспользоваться только те пенсионеры, студенты и школьники, чей ежемесячный доход или совокупный доход семьи на каждого человека меньше 11214 рублей. Чтобы подтвердить право на льготы, горожане по старинке предпочитают с утра отстоять живую очередь, чтобы получить заветный талон на прием специалиста. Как сэкономить время, чтобы потом сэкономить деньги, расскажет Дмитрий Житарчук. Последний месяц сотрудники этого многофункционального центра на Калинина-2 работают с полвосьмого утра. Выбора не было. К этому времени у входа, как правило, уже выстраивается очередь из потенциальных льготников. И чтобы не мерзли люди зимой, их пускают внутрь. Вот очередь. Видите, вот стоит. Для того, чтобы подтвердить право на льготный проезд, людям нужно подать заявление и представить необходимые документы. Все по принципу одного окна. Вот и стараются кировчане еще до восьми утра, когда начинают прием специалисты, получить талончик на прием. Объясняют свое стремление прийти сюда с утра пораньше по-разному. Как бы вы сказали, чем раньше прийти, тем быстрее получится прийти. Я не знала, что можно через интернет записаться. Если бы знала, то, конечно, записала бы через интернет. А в итоге создают очередь. Зачем? Специалисты центра не понимают. Ну, придут люди к семи утра. Отстоят очередь, рассуждают сотрудники многофункционального центра. А в итоге большая часть приемных часов на текущий день свободна. То есть получить талон на прием можно хоть в полдень или даже ближе к вечеру того же дня. Мы давайте с вами проверим, что у нас какие свободные талоны. С 9.40 до 19.20 сегодня талоны свободные. На каждое время по пять талонов. Ажиотаж создается искусственно. Тут считают, что всему виной не столько неосведомленность горожан, сколько пережитки советского прошлого. Особо предприимчивые даже продают свои талоны. Нагнетают обстановку, мол, на всех не хватит. И выстаивают в очередях по несколько раз. Я считаю, что это менталитет наших жителей. У нас заявители, они пытаются, им кажется, что им ничего не хватит и ничего не достанется. Поэтому мы предусматривая такую ситуацию, открываемся не без 10.8, а в 7.30, чтобы люди не стояли на улице, а заходили к нам в помещение и в спокойной обстановке брали эти талоны и ожидали своей очереди. Сотрудники МФЦ еще раз напоминают, для того, чтобы записаться на прием, не обязательно приходить сюда к 7 утра. Как правило, свободные окна есть в течение дня. Кроме того, можно записаться на прием заранее, на один из дней текущей недели. По многоканальному телефону 76 0606, либо оставить заявку на сайте Госуслуг. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей ДАВИЧ.